И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как восстановить на вашем Android устройстве удаленные сообщения, контакты, фото, видео, аудио, документы. То есть любые файлы. И для того, чтобы восстанавливать все эти файлы, нам понадобится специальная программа. Программа называется Wondershare Dr. Phone. Ссылка на данную программу будет в описании под видео. Собственно, нужно ее скачать. Переходим на сайт, ну то есть ссылку, как я сказал, размещу под видео и скачиваем данную программу. Также очень важно, чтобы на вашем Android смартфоне, планшете были установлены root права. Без root прав вы ничего восстановить не сможете. Так, собственно, скачали программку. Вот она наша данная программа. Теперь ее нужно установить. Установка тут тоже требует некоторых танцев с бубном. Ну давайте все продемонстрируем. Жмем install, то есть устанавливаем. И теперь немножко ожидаем, пока данная программа установится к нам на компьютер. Итак, друзья, программа установилась к нам на компьютер. Но ни в коем случае не жмите на эту кнопку start now. То есть программу после установки не следует запускать. Просто закрываем данное окно. Выскакивает сообщение. Жмем ok. Все, далее для работы программы нам понадобится отключить интернет. И в дальнейшем, когда вы будете использовать данную программу, также должен будет у вас отключен быть интернет на вашем компьютере. Иначе программа будет просить ключ. Итак, теперь давайте все-таки активируем программу. Первое, что нам нужно сделать, это отключить интернет. Итак, отключаем наш интернет. Жмем отключить. Все, интернет мы отключили. Теперь можно запустить программу. Вот данная программа. Запускаем ее. Здесь выскакивает окно с просьбой зарегистрировать данную программу. И сейчас мы это сделаем. Прошу еще раз заметить, что это все делать нужно при отключенном интернете. Вводим вот эти вот данные. Так, в нашу программу. И жмем на кнопочку activate. То есть активируем данную программу. Видите, у нас появилось окно такое диалоговое, что у нас все прошло успешно. Программа активирована. Жмем ok. А ссылку на данные для активации программы также я размещу под видео. Перейдете, найдете и введете точно такие же данные. У вас все получится. Вот, собственно, наша программка запустилась. Что нам теперь здесь нужно? Теперь здесь нас просят подключить наш телефон к компьютеру через USB кабель. Давайте так и поступим. Итак, я подключаю свой телефон к компьютеру. И обратите внимание на свой телефон. У вас будет появляться запрос периодически на root-права. Не пропустите вот эти моменты. Надо будет нажимать да. Почему-то даже если выставляешь полный доступ к root-правам для данной программы, все равно на телефоне периодически выскакивает этот запрос. И там нужно нажимать, то есть да, соглашаться, предоставлять root доступ к программе Wondershare Dr.Fone. Так, сейчас у нас идет подключение к нашему компьютеру. Нужно немножко подождать. Так, все, у нас теперь появилось вот такое вот окно. Видите, здесь нас спрашивают, что мы хотим восстановить. Можем выбрать контакты, сообщения, историю звонков, видео, документы, WhatsApp, галерею, аудио. Можно выбрать вот так вот все или повыбирать только то, что вам нужно. Затем жмем кнопочку Next. Здесь мы видим, появилось вот такое вот окно. Здесь у нас есть стандарт мод, то есть сканировать на удаленные файлы. Ну вот я советую выбирать этот пункт. Дальше у нас есть сканировать все файлы. И есть расширенный режим, который займет более длительное время. То есть он может лучше восстанавливать файлы, но это займет намного больше вашего времени. Но я выбираю данный пункт и советую выбрать также вам его. После того, как вы выбрали данный пункт, нажмем кнопочку Next. Сейчас у нас идет проверка нашего устройства, то есть подготовка нашего устройства к сканированию. В это время у нас на Android на нашем устройстве также может выплыть, как я уже говорил, запрос о предоставлении данной программы root-права. Так что внимательно следите за экраном вашего Android-устройства. Так, ожидаем. Вот уже 83%. Так, вот сейчас у нас появился такой вот запрос. Увидели, что предоставить root-права. Я нажал на телефоне предоставить. И вот у нас, собственно, началось сканирование всех наших вот утерянных файлов. Удаленных файлов. Контактов, сообщений, ватсапа, истории звонков, ну и так далее. Галерея, видео, аудио, документы. И теперь нам остается просто ожидать. Программа довольно-таки долго сканирует. Памяти на моем телефоне много. Там у меня 32 гигабайта. Так что удаленных файлов, я думаю, накопилось довольно-таки много. И, наверное, ждать мы это все не будем. То есть, когда программа закончит свое сканирование, я продолжу снимать данное видео. Итак, друзья, уже прошло почти 50 минут. И программа практически уже завершила свое сканирование. Осталось, вот видите, всего лишь 2%. Давайте еще немножечко подождем. Итак, друзья, программа у нас завершила свои действия. И она восстановила у меня 1248 удаленных контактов, 90 смс, 566 историй звонков, 1568 удаленных фотографий, 25 видео файлов, 6 аудио файлов и 1 документ. И для того, чтобы, например, вы хотите вернуть полностью все вот это на ваш телефон, вот просто нажимаете на кнопочку recover и все восстанавливается на вашем Android устройстве. Ну, я думаю, это никому не нужно. Но все-таки есть такая возможность полностью восстановить или же просто поставить галочки вот так вот и выбрать те пункты, которые вам нужно восстановить. Но можно это сделать еще более подробно. Ну, давайте перейдем в контакты. Вот здесь у меня, как видите, восстановились различные контакты. Они здесь посортированы по имени, компанию, телефону, имейлу. То есть, вот всякая тут есть информация. Но, ребята, наверное, я показывать, естественно, вам не буду. Номера телефонов разнообразные мои. Вам этого знать не нужно. Ну, то есть, это все появилось. То есть, это все мы можем вернуть, если вам это понадобится. Также вот здесь смс. Давайте посмотрим, как выглядят. Вот здесь различные смс-ки также восстановились. Ну, давайте одну из них я покажу, как это выглядит. Вот видите, в таком вот виде здесь написано мое общение вот с абонентом. И если вы хотите вернуть, также нажимаете, выбираете пункт, какой вы хотите вернуть, какую смс-ку и нажимаете recover. И у вас восстановится данная смс-ка. Или же просто почитаете и все. То есть, что касается смс-ок, также здесь посортировано по дате. Можно посмотреть, когда была удалена данная смс-ка. Что у нас дальше идет? История звонков. Тут мы видим наименование абонента, который звонил. Если он есть, телефон, с которого он звонил. Дата и время. То есть, type это у нас входящий или исходящий вызов был. И duration это время разговора с данным абонентом. Также можно здесь выбрать все или выбрать только некоторые. То есть, то, что вы хотите восстановить. Но это идентично для всех пунктов. Я больше повторять это не буду. Далее, что-нибудь в WhatsApp у меня не установлено. И ничего не восстановилось. Далее, галерея. Вот видите, галерея. Здесь все удаленные фотографии, которые у меня есть. Также их можно посмотреть в виде списка. То есть, будет у нас здесь написано имя, размер и формат. Также все. Это легко восстанавливается. Также выбираем галочки, что нужно восстановить. И жмем Recover. То есть, для того, чтобы восстановить выбранные файлы. То же самое с видео. Вот здесь разнообразные видеофайлы восстановились. Ну, то есть, выбираете то, что хотите, ребят. Ставите галочки. И также жмете Recover. Тоже все восстанавливается на вашем телефоне. И все появится. Также аудио. Вот в таком вот виде. Здесь можем посмотреть имя. Тут размер и формат. И документик у меня какой-то один восстановился. Здесь также тоже его можно восстановить. То есть, данная программа полностью работоспособная. В принципе, очень даже классная программа. Как вы заметили, можно восстановить даже смс. То есть, если, например, на каком-либо телефоне удалили какие-то смс. И вы хотите их прочитать. Воспользуйтесь данной программой. И почитайте данные смс. А также можете посмотреть контакты. Время звонка. Кто звонил. Когда звонил. Сколько звонил. Ну, и естественно, галерея. То есть, фотографии, видео, аудио. Также восстанавливается, как вы видели. На ура. Все, ребят. Всем спасибо за то, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Если вы смогли восстановить утерянные файлы с помощью данной программы. Пожалуйста, поставьте лайк под видео. И напишите комментарий. Помогла ли вам данная программа. Все, ребят. Всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok